Привычные продукты – это бананы, творог, сливочное масло, зелень, какие-то овощи. Сейчас консервация уже немножко идёт. Ну и всё. Мясо, рыбу, яйца и твёрдые сыры в холодильнике Константина Никитина не найти. Четыре года назад знакомый посоветовал молодому человеку такую диету, чтобы поправить здоровье. Когда недуги отступили, Константин решил продукты животного происхождения в свой рацион не возвращать. Новый стиль жизни молодого человека первый переняла жена. У меня вес был около 100 килограмм к тому времени, как я перестал есть мясо. И когда я похудел до 67 килограмм, то родня взялась за голову и боялась, что я, допустим, уйду вообще в минус какой-то. И останутся от меня кожа и кости. Ну, потом ситуация стабилизировалась. В молочных продуктах Константин себе не отказывает. Сыр даже сам готовит. А вот у тех, кто называет себя веганами, табу не только на еду, связанную с убийством, но и с эксплуатацией животных. Такие люди не употребляют не только мясо, рыбу и яйца, но и молочные продукты и даже мёд. В Харькове к проявлению такой гуманности готовы не все. У человека есть что? Клыки. Поэтому мы не являемся травоядными, в отличие, например, от коровы, газели и других животных. Если посмотреть по телевидению ролики о том, как мучают животных, и шкуры снимают, и мясо забивают, насколько это болезненно для них. Так что я уже не раз подумывала о том, чтобы отказаться от мясного, от мехов, от натуральной кожи. Мясо, как бы там не было мысли про вегетарианство и то, что убиваем животных, но что поделать? Нам нужен белок. Белок без организма, без белка никак. Но медики говорят, человеку, чтобы быть здоровым и энергичным, вовсе не обязательно есть мясо. Необходимые витамины присутствуют не только в продуктах животного происхождения. Если бы это так было, то, наверное, мы бы сегодня не беседовали о вегетарианстве, а, наверное, сидели бы и поминали людей, которые решили пойти по этому пути и не вернулись. Считаю, что у каждого есть своё питание, есть свой внутренний доктор, который подсказывает, как нужно жить, как нужно питаться, как нужно мыслить. Специалисты советуют экспериментировать с едой осторожно и при первых признаках недомогания обратиться к гастроэнтерологу, терапевту или диетологу. Ксения Бай, Павел Кубраков, Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив».